всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодняшнее видео я бы хотела с вами поболтать на тему семейного бюджета экономии семьи и тому подобное в общем посмотрим что у нас получится в этом видео потому что болтать я люблю очень сильно и часто стараюсь себя останавливать иначе видео будет вообще не знаю на час наверно вот сразу хочу сказать помада вот это мэйбелин оттенок 835 кому интересно такая тема продолжайте смотреть и так у меня достаточно много и частенько возникают вопросы в комментариях по поводу семейного бюджета и я свою книжечку собрала и хочу на них все на многие из них ответить сегодня ну давайте уже приступим сразу к первому вопросу это как я веду семейный бюджет значит я могу сказать вот первое что мне на самом деле напрашивается первый ответ на этот вопрос это никак но это наверное отчасти будет неправда потому что все-таки конечно же как хозяйка скажем тогда как человека который есть дети я ищу за продуктами да все равно какое-то планирование она все равно происходит но у нас тенге не заведено такого что мы ведем какие-то не знаю записи таблицы что вот сюда столько сюда столько это отложить это то это все то есть вот такого в нашей семье нет там собирание чеков и так далее вот на это только столько-то там копеечка в копеечку что все было расписано нет такого нет и у нас нет такого что кто-то один из нас контролирует бюджет то есть либо я либо мой муж такого тоже нет у нас все он как сказать наверное выстроена на доверие наверное когда вот мы обсуждаем все что касается каких-либо приобретений накоплений и так далее и тому подобное то есть я имею прямой доступ к деньгам и мой муж также имеет мой доступ к деньгам и мы как бы вот как-то все обсуждаем то есть какие-то крупные приобретения у нас обсуждаются всегда даже те которые но как бы очень нужны до для меня или для мужа мы всегда стараемся вот как-то найти время и деньги на то чтобы кому-то в чем-то угодить более того я не мой муж мы друг друга не спрашиваем о том что куда ты потратил деньги и вообще на что-то потратил сколько это стоит и так далее то есть мы можем это спросить мы не скрываем друг от друга насколько стоит там я не знаю помада там или еще что-то далее сколько я потратила там на косметику мы это не скрываем я это не скрываю от мужа но он у меня вообще никогда об этом не спрашивает там редко не знаю когда что-то я там такое прям купила ему там бегу а смотри какая там классная вещь может спросить сколько она стоит но чисто из-за любопытства я кстати как-то однажды спрашивала мужа группчик никогда не спрашиваешь меня сколько я потратил крик я не хочу расстраиваться вот и все как бы вот но я соответственно тоже я вам уже достаточно редко спрашиваю там мой там на что ты вот это потратил на что ты вот это потратил потому что мы оба видим скажем так приход и расход наших средств и поэтому вот так вот у нас происходит как вы все знаете я не работаю я являюсь домохозяйкой и конечно как бы весь бюджет состоит у нас из финансов которые приносит муж здесь я также хочу сразу оговориться о том что такие вопросы как где работает мой муж какое у него образование кто он по специальности сколько он получает сколько там он зарабатывает сколько я хочу на то на все сколько у нас уходит месяц на питание сколько у нас уходит месяц там на это на то на все такие вопросы я считаю некорректными и поэтому на них я отвечать не буду единственный вопрос который вот наверное я еще отвечала это там сколько мы примерно платим там за газ например до живя в загородном доме потому что но я знаю почему люди интересуются потому что если кто-то планирует поехать переехать за города чтобы примерно понимать дешевле это жить чем в квартире или нет я могу сказать сразу что примерно так же как наверное жить в санкт-петербурге в трехкомнатной квартире наверное так же примерно да то есть я имею ввиду счета то только там счета более да там за антенну еще за что-то такое платите то здесь вы платите конкретно там за газ за свет за там не знаю вывоз мусора зато за счету здесь прямо конкретно отдельные счета по каждой позиции на живя за городом ну по крайней мере в санкт-петербурге в пригороде именно так оно происходит с этим я думаю все понятно и на этот вопрос я ответила а также у меня был вопрос я на него правда уже отвечала в комментариях это общий ли бюджет у нас с мамой то есть я здесь я насколько понимаю что здесь вопрос стоит именно о покупках продуктов питания да там места оплата каких-то счетов и так далее нет у нас не общий бюджет то есть у нас мамины деньги до которые она получает эта пенсия они остаются у мамы и мы у нее не берем ни на продукты не на оплату счетов и так далее и тому подобное ну как бы что там брать я не знаю у нас по россии пенсия ну как бы но я не знаю мне кажется даже и прожить ты на нее невозможно даже если иметь ввиду какие-то доплаты на по крайней мере в санкт-петербурге мне кажется точно невозможно прожить только на одну пенсию поэтому скажем так достойно прожить не выжить а прожить невозможно вот так что с этим тоже я думаю все понятно но и вопрос еще который хочу ответить этого что вы инвестируете но у нас я думаю тоже это понятно у нас единственная инвестиция наша это недвижимость то есть наш загородный дом до дом в котором мы живем потому что мы сюда переезжали получается мы живем уже здесь четыре года и мы сюда переезжали он был недостроен до конца но мы уже сюда переехали то есть в некоторых комнатах у нас вообще даже обоев не было и все делалось быстро и все делалось вот то есть не было вот такого размеренных поисков в магазинах там каких-то я не стала супер там обоев плиток и тому подобное нет мы переезжали достаточно быстро у нас все это происходило по ряду причин которые вот но тоже не хотела бы я озвучивать так и плюс загородный дом вообще это такая история мне кажется которая требует но постоянных вложений то есть постоянно найдется что где переделать перестроить было бы желание и финансовые возможности то есть у меня может больше хочет там гараж там но очень куча всего еще да вот поэтому даже даже купить я не знаю какую землю на грядке и там еще что-то да вот у нас сейчас канализацию проводят в поселке то есть на это тоже нужно будет подключение канализации тоже платить ну то есть как бы всегда найдется было бы желание как говорится да и финансовые возможности да найдется во что вложить и на что потратить вот значит с этим я думаю тоже все понятно ну и такой вопрос на чем экономлю я и вообще как я экономлю и также был такой вопрос у меня как же я так вот не работаю до нахожусь в декрете и в загородном доме мама тоже не работает и вот имея машину и так далее и тому подобное и при этом еще позволяю себе косметику хорошую там парфюмерию одежду и так далее и тому подобное но во первых не все я покупаю дорогое это я думаю вы видите ну что то да вот себе позволяю во первых потому что в перечне статьи расходов нашем бюджете есть такая статья как я и я считаю что каждая женщина должна включать такую статью расходов и не только там какие-то знаете такие вещи скажем так необходимые да там средства гигиены и там и так далее и тому подобное но еще какое-то маленькое баловство какую-то радость для себя всегда должна быть в этой статье расходов я считаю что женщина вообще ежемесячно должна себя каким-то образом баловать украшать и не сам все что и хочется или не обязательно украшать не знаю что то для себя любимый приобретать это но это всегда подымает настроение это подымает где-то самооценку и так далее и тому подобное очень много всяких факторов я считаю что это так должно быть в каждой семье и так есть моей семье и эта статья расходов это одна из последних статей на которые вообще я буду экономить скажем так но и вернемся к вопросу на чем же я экономлю вообще экономная ли я хозяйка экономлю ли я вообще я в каком-то из видео на самом деле уже отвечала на этот вопрос но я что не могу найти видео это и не помню в каком я об этом говорила но я считаю себя такое 50 на 50 наверное экономной хозяйкой то есть я считаю что деньги и вообще наша жизнь для того чтобы жить наслаждаться получать удовольствие деньги это средство получения наслаждения удовольствия и тому подобное то есть я такое более позитивную сторону направленный человек и поэтому я наверно больше легкостью отношусь к деньгам раньше когда была молодая вообще жила от зарплаты до зарплаты когда училась работала вообще мне до зарплаты иногда не хватало то есть я очень легко отношусь к деньгам я считаю что если вы работаете зарабатываете вкладываете себя то ну как бы побаловать себя конечно же нужно и я вот да в этом плане может быть какой-то эгоист но такое во мне есть конечно с появлением детей семьи уже как-то больше задумываешься о каких-то других вещах уже немножко по-другому расставляются приоритеты но я думаю это все как у всех ну вот я например никогда не буду экономить на себе знаете под дом прям вот вот в рваных колготках ходить да ну вот накопить на новую машину мужу нет это не моя история вообще и вообще вот такие подобные когда вот я узнаю что люди так вот копят да когда вот просто в ноль себе ничего не позволяет вот только самое необходимое самое необходимое это еда и все дома до каких-то коммунальных счетов и вот есть какая-то цель иду к ней да и вот коплю коплю во всем отказывая себя и в себе и я знаю людей которых прямо несколько лет это продолжается в таких случаях вы знаете я считаю что но цель не оправдана вот с таким средством достижения цели то есть несколько лет вот прям можно сказать ничего вообще ничего себе не позволяя ну как бы одно дело когда вы копите да там допустим нету жилья какого-то или там но какие-то форс-мажорные там не дай бог болезни там еще что то вот это одно дело а когда копить просто на новую машину или имея жилье копить на новое жилье вот таким образом но для меня нет я таких такое для себя лично я такое не приемлю я считаю что ну средства наверное не оправдываются или можно так сказать поэтому в этом плане я ну вот какая-то такая если я и экономлю то я экономлю в чем-то одном для того чтобы в чем-то другом позволить себе больше то есть если я сэкономила но допустим взять если продукты вот есть мытая морковка есть не мытая морковка качество одинаково просто различие там мытая немытая да вот она пыльная лежит я не говорю про гнилую да я говорю вот например как в ленте это происходит и вот я нам сэкономила этих пару рублей сэкономила там на этом на потом носил и тут же в этом же магазине я что-то приобретаю допустим фрукты лучше или там еще что-то лучше вот так вот у меня происходит даже и что касается себя там какой-то косметики я не знаю парфюмерии и так далее если у меня получается сэкономить то есть где-то купить причем сэкономить не потеряя в качестве да где-то купить допустим по распродаже какой-то крем по скидкам какую-то я не знаю еще что то то я себе позволяю чуть больше в чем-то другом то есть допустим сэкономила на креме пошла купила себе еще новые сережки да то есть добавляю что то ну вот таким образом у меня происходит есть некоторые моменты на которых я не экономлю это что касается здоровья это ну и сюда соответственно входят какие-то вот моменты нюансы что касается детей здесь то же самое как рыба мамочка я не люблю экономить но могу в чем-то например домашние брюки где-то подешевле и детям да или купить я не знаю какие-то подешевле и там футболки которые вот они будут у меня здесь по участку в них бегать испачкают я выброшу и так далее то есть вот в каких-то таких моментах да я могу сэкономить я допустим тоже детскую одежду я лучше скажу где-то через интернет возможно там будет какая-то скидка акция там есть на какую-нибудь купончик промо-код и так далее и я там сэкономлю ну пусть 500 тысяч рублей но я сэкономлю и допустим эту 500 тысяч рублей я бы позволю там детям купить какую-то игрушку например новую да или что-то такое или еще одну пару штанов обоим да ну то есть вот так вот у меня происходит и я еще являюсь чем человеком для которого бренд не имеет значения то есть конечно же я как любая девочка мне тоже нравится и луи тонны шанели и майкл корс и так далее и тому подобное но в общем и целом я не стесняюсь заходить в такие магазины как фамилия например или я не знаю поехать в какой-то рынок например что-то там посмотреть а заказать какую-нибудь я не знаю одежду где-нибудь вот где не будет там кого-то бренда лейбла и так далее то есть для меня это не имеет значения там я не знаю вот буквально недавно мне написали комментарии о том что у меня нету вот этих понтов сковородочка такая лопа . такая да потому что я считаю что это но это все ерунда да вот что там мебель это только икея там я не знаю там сковородки только я даже не за какой-то там фирменные супер да и неважно что она через год также испортится как сковородка какой-то другой фирмы неважно да вот важно что вот у меня такой бренд нет мне вот это не важно мне важно в общем общий вид это касается кстати косметики и всего и парфюмерии мне вообще не важно сколько стоит то есть стоит ли она 5000 или стоит она 2000 до за бутылочку не важно какой какой аромат да как я себя ощущаю с этим парфюмом далее с этой косметикой и так далее и у меня да у меня есть вот пожалуйста помада там на каком-то сайте мне писали на общепом 130 рублей но вот я за 200 купила до 200 рублей есть помада за 2000 то есть здесь для меня не столько важен сам бренд сколько важно то как это все выглядит то же самое и дом не неважно от какого в какой фирмы у меня занавески мне важно как они выглядят как они гармонируют с обстановка в доме и тогда я могу спокойно купить какую-нибудь сковородку за 200 рублей вообще не парится она у меня там вся испачкается в жире прогорит и так далее ею выброшу и для меня это нормально то же самое как не знаю какую-то то же самое как я спокойно могу ходить в сумку и там не за с алиэкспресс и также я на следующий день спокойно могу пойти там сумка какой-то майка корс и так далее да мне как любой девочки нравится вот какие-то брендовые вещи особенно когда вот всякие новые коллекции бывают очень интересные классные вещи они мне нравятся но я спокойно могу я не знаю в том же моде сидеться в той же не знаю фамилии или еще где то то есть для меня важно именно то как это все выглядит как это все сочетается и так далее поэтому вот как то так я даже больше того я не понимаю вот этих понтов каких-то да когда вот там год копит у меня была одна знакомая которая там несколько лет по ему копила себе на какую-то сумку и не помню какого бренда в общем во всем себя отказывала и при этом с этой сумкой она ездит на маршрутке то есть да то есть это определенный некий уровень я считаю что наша семья имеет средний уровень по крайней мере по санкт-петербургу это точно ну и вот вот как то так при этом кстати я очень плохо отношусь к подделкам я не понимаю этого я не понимаю зачем покупать в особенности подделку косметики например да то есть в особенности я не понимаю подделки под марку nix например когда она достаточно бюджетная и на любом сайте можно заказать там не за бывают акции всякие скидки и так далее и не делают подделки вот это мне непонятно и вообще подделкам я плохо отношусь и считаю что я не понимаю просто зачем это да если вы себе можете позволить там сумку от луи виттон сколько она стоит 300 тысяч допустим да и это говорит определенном уровне уровне достатки достатка вашего да а когда вы покупаете подделку причем хорошая качественная подделка стоит дорого ну не вижу смысла да в этом вот поэтому подделок у меня нет если я хочу что-то там брендовое или еще что-то такое то я ну как бы задаюсь целью да и покупаю себе оригинальную там допустим какую-то сумку но вот как-то так у меня происходит поэтому в каких-то моментах вот я экономлю в каких-то в каких-то позволяю себе чуть больше а кстати на вопрос о том как же я себе все позволяю до покупать себе все все что мне захочется но не все я могу сказать у меня знаете какой список хотела кух и за дом свой наверно несколько раз обернуть могу этим списком вот но на этот вопрос я могу ответить так мой муж волшебник поэтому я себе и могу позволить некоторые вещи ну правда куда вот так что я надеюсь я ответила на этот вопрос конечно же все то что мною сказано не является истинной я на нее не претендую но вот так заведено моей семье нам с мужем комфортно именно таким образом жить да и не у нас не возникает кстати на тему финансов каких-то конфликтов и так далее потому что мы вот как-то обоюдно все обсуждаем и все обговариваем обязательно жду ваши комментарии что вы думаете на этот счет как экономить вы обязательно напишите мне это действительно очень интересно не забывайте ставить пальчики вверх мне это очень приятно на сегодня заканчивать всех люблю целую и до новых встреч